Это Матфея, 16 глава, 6 стиха. Иисус сказал, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Вы знаете, что закваску нельзя убрать с теста? Если она уже заквашена, то все, конец, выбрасывайте. Если вам надо бесквасное тесто, и если оно уже заквашено, что нужно сделать? Выкинуть. Оно непригодно вам, потому что вам надо бесквасное. И он говорит, бойтесь закваски фарисейской. Что он имел в виду? Некоторые думают, наверное, хлеба не взяли. Он говорит, ну, наверное, мы не должны делать тех дел. Он говорил не о делах, кстати. Вы знаете, о чем он говорил? Он говорил об учении. Бойтесь учения, которые они несут. Вы знаете, любое служение, любые служители несут с собой учения. Иисус, он говорит, пришел новый учитель, Иисус, молодой, и говорит, слушайте, не слушайте этих стариков. Знаете, те, которые думают, что они что-то достигли. Те, которые находятся в учении. Почему? Бойтесь этого даже. Знаете, что такое бояться закваски? Бегать. Кто? Когда вы понимаете об огне, вы его боитесь, правда? Огонь страшен. Кто-то молнии боится. Что делают люди во время молнии? Они не стоят возле дерева, обнимая его. Правда? Они бегут. Они прячутся в дом, да? И думают, что бы меня не постигло, ничего плохого. То есть, бойтесь закваски фарисейской. И о чем он говорит? Тогда они поняли, что он говорит, что им берется не закваски хлебные, но учения фарисейского и саддукейского. Фарисейского и саддукейского. Фарисеи вроде и неплохие, прогрессивные были. И некоторые сейчас проповедуют и говорят, слушайте, ну фарисеи же были умницами. Слушайте, что сказал Иисус? Бойтесь. Бойтесь умниц. Бойтесь умников. Саддукея правящая элита была. Бойтесь. Вообще он сказал о том, чтобы мы береглись чего-то. И когда нас предостерегает Бог чего-то береться, береться таких учений, которые нам не будут на пользу, то знаете что? Ой, пастырь нам запретил это слышать, слушать. Это не пословно. Иисус запрещал. Но каким образом он сказал? Бойтесь. Он даже больше сказал. Он говорит, слушайте, бегайте от этого. Оно заражает, оно может поражать людей. И вы знаете, я думаю, что если Иисус об этом говорил, то и мы в церквях можем говорить, что некоторых учений нужно бояться. Правда? Четвертого измерения надо бояться. Иисус не учил об этом. Некоторые об этом сейчас проповедуют, потому что деньги оттуда сыпятся. Послушайте, деньги сыпятся не оттуда. Деньги вообще. Это человеческая придумка. У нашего Бога золото из улиц. Он на улице лежит, как брусчатка. Вы понимаете? Это не ценность. Знаете, что Ему ценно? Это твое сердце. Насколько оно изменено. Насколько оно чисто перед Ним. Но это не моя проповедь. Давайте откроем вместе со мной царство. Я буду проповедовать. Как выбирает Господь себе людей? Первый раз он выбрал себе Саула. Он был красивый, умный, хороший. Но если мы упустим, что Бог всезнающий, всеведающий, просто упустим это, но Он всезнающий, Он знает наперед, что произойдет. Правда? Он знал, что Саул его бросит. Но чему-то Он хотел научить. Научить этих людей, которые были пророки, которые были... У Него вообще нет времени, вы знаете? Вот то, что ты проводишь время в изменениях, переменах и так далее, и так далее, у Бога это происходит мгновение. У Него нет времени. Так что поспеши к совершенству. У тебя есть время для того, чтобы поспешить к этому совершенству. И Саул, он не был совершен. И Библия говорит, что Бог отринул его. По какой причине? Потому что он был непослушен. Бог за непослушание многих отринул. Из-за непослушания, простого, банального непослушания. Бог отказывается от человека. А, Бог может отказаться от человека? Да. Из-за непослушания. Бог спасает всех, но Он ожидает от нас, чтобы мы были послушны Ему. Послушание – это и есть вера. Я поверил, и теперь я послушен. Я хочу быть послушным Богу. Если человек непослушен, послушай внимательно. Он не сможет верить в те благословения, которые есть. И мне нравится, когда Бог избирает Давида. Знаете, по каким критериям Он избирал его? Сначала по человеческим критериям был избран Саул. Он выше всех на голову был. Красавец. Лучше всех. Вообще всегда выбираются все по человеческим критериям. Вы знаете это? Потому что человек приходит и избирает. Пророк был – это человек. Но Бог смотрел на сердце. Еще раз говорю – Бог смотрит на сердце. Давайте прочтем. Первое царство, 16 глава. «И сказал Господь Саулу, доколе будешь ты печалиться о Самуилу, доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди». Что нужно сделать? «Наполни лурок твой елеем». Есть хвала у тебя в сердце – иди. Есть сила в сердце – иди. Послушай внимательно. И он говорит – «Я пошлю к тебе Исею, Вифлеем, Лянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Он не сказал, кто это. Он сказал просто «я усмотрел между сыновьями». И вы знаете, там восемь сыновей было. Ни мало, ни много – восемь. Восемь – это совершенное число. Семь – вообще самое лучшее, правда? Но давайте прочтем, как Бог избирал себе того, который достоин был, который может быть царем. Посмотри на своего соседа и скажи – «Ты можешь быть царем, ты просто этого не знаешь. Ты можешь царствовать, ты только не знаешь». Когда он своим ученикам говорит – «Не бойся, малое стадо, Отец благоволил вам дать царство». Царство – это важность, правда? Царство – это то, что Бог вкладывает внутрь тебя, но оно распространяется извне. Царство Божье, оно должно двигаться через тебя. Царство Божье – это не пища и питье. Некоторые думают, что Царство Божье останавливается в пище и питье, что у тебя избыток, и тебе ничего не надо. Царство Божье – это совсем другое. Я буду говорить об этом сегодня. Но смотрите, что происходит дальше. Он боится идти туда, потому что он боится того, которого он уже помазал. Что мне скажет Саул? Что мне скажет Саул, если я пойду? Он пойдет и убьет Иесея и его сыновей. Потому что Саул был таким жестоким. Он настолько был, любил свою должность, свое место, что он боролся уже с людьми. Послушай, бывает в нашей жизни мы занимаем какое-то место, но не борись за это. Если Бог тебя благословил в этом месте, оно будет твоим. Да, слушай внимательно. Тебе не надо бороться. Тебе надо бороться за что-то другое. За призвание, за людей, за откровение, которое ты имеешь. Тебе надо бороться за Бога, которого ты внутри себя имеешь. Саул не боролся за это. Саул просто оставил даже то призвание ради своего царства. Царство у него было на первом месте. Бог уже на втором. У кого-то семья начинается на первом месте, у кого-то работа начинается на первом месте. Я не знаю, но Бог отвергает таких людей. Он не может человека и с человеком делать ту работу, которую он запланировал, если он не полнев предан ему. Скажи, преданность – это качество царей. О, слушай внимательно. Это запиши себе. Преданность Богу – это качество царей. Я должен быть предан до конца, если даже мне будет тяжело. Смотрите. И пришел он к Иисею к жертве и пригласил его. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажь его того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, 4 стих, то старейшины города с трепетом вышли навстречу, и ему сказали, «Мирен ли ты?» Знаете, пророки так просто не приходят. «Мирен ли твой приход?» Слушай, если он цари помажет, то Саулу всех убьет тут. Вы понимаете? «Мирен ли?» «Мирен, но ожидание, страх и трепет есть». И отвечал, «Мирен». Для жертвоприношения пришел я. Смотрите, это Господь ему сказал сказать. Да? Он пришел помазывать царя, но Господь говорит, «Не говори правды». Здесь вот дилемма. Я вот смотрю, если Бог говорит нам сказать именно это, то я не должен рассказывать все подноготно. понимаете, что людям я говорю одно, а с человеком, когда я наедине, я разговариваю и говорю, «О, это лицепримяйте?» «Нет, это обман?» «Нет». Это Бог говорит. Я ожидаю от некоторых, что они не будут разносить это. По какой причине? Это ценно. Хранить и охранять это. И смотри, «Мирен ли твой?» «Мирен». И дальше. И отвечал, «Мирен для жертвоприношения Господу пришел я, осветитесь и идите со мной к жертвеннику». И осветил я сей сыновей его и пригласил их к жертвеннику. И когда они пришли, он увидел Елеава и сказал, «Верно, сей пред Господом помазанник его». Скажи, «Помазанник». Мне нравится, когда он выбирает помазанника. Он выбирает по своему усмотрению. Мы хотим видеть людей некоторых помазанными. Других мы видим меньшими, других мы большими видим. Но Бог не так смотрит. Бог проверяет человека. Бог испытывает человека. Первый раз он Саула помазал так же. И он испытывал его. И он прошел испытание. И когда сошел на него Дух Святой, Библия говорит о том, что он поступил как царь. И он действовал в царском обличии. Бог не ошибается. Бог не ошибся с Саулом. Еще раз скажу. Бог не ошибся с Давидом. Он с Саулом лепил, и с Давидом будет лепить. И вы знаете, самое интересное, Саул был незначительный в своем народе. В своем... И он был стеснительным человеком. Но когда Бог начал из него лепить, он сделал хорошего царя, которого не могли одолеть. Но когда Бог начал лепить с Давидом, я вообще удивился. Он взял ребенка. Иди сюда на секундочку. Вот это для примера. Иди сюда. Когда он проводит всех, вот этот маленький, он пас овец. Семь человек проходит возле Самуила. Этот, Давид. Ты сегодня Давид у нас, хорошо? Ты не Коля, Давид. Он Давид. И он пасет овец. Что происходит? Когда он пас овец, он не планировал, что он будет царем. У тебя есть планы, что ты будешь кем-то? Нет. У него нет планов. Ему в планшете поиграть, еще что-то. Но когда Бог начинает свою работу, когда Бог помазывает, Он дает человеку определенное желание. Он вкладывает в желание. Что такое помазание? Это желание. И вы знаете, желания, они рождаются под определенным прессом и давлением. Ты еще не знаешь этого. Присаживайся. Он маленький, он еще не понимает этого. И когда подвели Давида, знаете, самое лучшее качество у него было, он был красив глазами, на глаз он был приятен, белокур, и он был молод. Все. Все. Все качества Давида, которые для избрания нужны. А теперь задам вопрос. Кто из вас думает, что он некрасив, но умен? Кто из вас думает, что вы способны в чем-то? Давид не был не способен, не умен, не умом не отличался, не знаниями не отличался. Он был просто красив. Я вам просто скажу, красота – это не признак избрания в цари. Красота – это невозможность для того, чтобы ты был царем. Правда? Принцесса Елизавета, она стала прекрасна, но она прекрасна своим умом. Елизавета, которая английская, да. Она прекрасна своим умом. Правда? Почему? Потому что Бог благословляет. И я хочу сказать, Бог благословляет не из-за того, что мы прекрасны в чем-то. Я как-то спросил у Бога, Господи, почему ты избираешь? И кого ты избираешь? Ну, потому что человек красив. Потому что человек умен. Знаете, как о Давиде было сказано? И сказал Самуил Елисею, все ли здесь? И отвечал Елисей, есть еще меньший. Он даже не позван. Он пасет овец. И сказал Самуил Елисею, пошли возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Жертва уже принесена. Слушайте. Но его не позвали на жертвоприношение. Он не удостоился этого. Он еще был молод. Правда? Детей не зовут. Их воскресную школу зовут. Его из воскресной школы вызвали. Он пасовец. Понимаете? Кто из вас понимает, что это избрание Божье, оно производит в нас уже эту работу. Когда Бог избирает, Он избирает человека, который может и способен меняться. Он не берет человека, который уже к чему-то приготовлен. Он не берет человека, который уже что-то умеет. И я вам честно скажу, если ты умеешь, забудь. Бойся закваски фарисейской. Он не позвал ни одного фарисея к себе на службу. Ни одного саддукея. Если ты что-то знаешь, меня не интересует. Мне главное, чтобы ты исполнил то, что я тебе приказал. Когда Бог избирает, Он избирает для того, чтобы сделать из Него царя. И я вам хочу сказать, если ты веришь в то, то тебе нужно просто признать, помазание приходит, и оно начинает тебя постепенно учить. Время придет, и ты станешь царем. И взялся он ему и... А, и послал, и сел, и приведен был. И он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. Все качества Давида. Все. Три. Белокур, приятным лицом, с красивыми глазами. Просто такой худенький, что одни глаза были. Посмотрите на себя и скажите, ну, поэтому не выбирают царя мне. Правда? Это не качество царя. Да? Согласны? Ну, Соломон был мудр. Имел мудрость от Бога. Правда? Вот это царь от Бога. Есть властные люди, которые имеют такую силу, помазание, умеют меч держать. А этот даже оружие не держал никогда. Вы знаете? Да и палку не держал. Да и... Он только учился что-то делать. Вы знаете, его не приглашали никуда. Если братья тренировались, он не был там. Он не был способен даже к чему-либо. Но если Бог избирает, и скажи, если Бог избирает, то Он и учит. Он учит. Он научит тебя, кем быть и как поступать. И я вам хочу сказать, помазание, оно начинает учить вас постепенно. Оно не сразу учит. Вы знаете, когда стал Давид царем? Через сколько? Сразу же. Когда его помазали с Елея? Где-то приблизительно через 10-15 лет после помазания. Это над первым местом. А над всем Израилем он стал через 30, по-моему, лет. Вы знаете, он не сразу даже стал царем. Царство его не сразу пришло к нему. Но Бог делал что-то из него. Вы знаете, я попросил, чтобы мне нашли уголек. Я его отмыл. Давид был похож на этот уголек. Блестит, правда? Он красив, блестит. Его просто помыли. На него вылили елей. Но ничего особенного не произошло. Вы знаете, уголь под большим давлением может превратиться в алмаз. Под громаднейшим давлением он превращается в алмаз. углерод, который в нем находится, он превращает этот кусочек ничего не стоящего в алмаз. И вы знаете, что-то происходит. Дай мне вот вот эту чашечку внизу. Внизу, внизу, внизу. Да. Есть еще одни угольки. Я попросил его один, но он молодец, он принес много. И я попрошу сейчас братьев, возьмите их в руки. Ты что-то знаешь, да? Не, возьмите, пожалуйста. Выйдите, четыре человека или пять, возьмите их в руки. Возьми, иди сюда, иди сюда. Саша, выйди, Саша, выйдите. Выйди, выйди, выйдите, выйдите. Вы потом вытерете руки, если вам... Не уходите сюда. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Вы испачкались, дорогие мои? Немножко. Посмотрите, если его отмоешь, это еще остается уголь. Правда? Бог не закончил с тобой работу. Послушайте, я вам хочу сказать, Бог не закончил, когда очистил вас от греха. может забрать. Он просто отмыл тебя в какое-то время. Он просто вымыл тебя для того, чтобы ты был способен меняться. Вы знаете, потом он помещает тебя в какие-то условия, которые делают тебя, но еще ты не бриллиант, дорогой мой, алмазом. Это условие называется давление. Это условие называется высокая температура. Это условие, когда тебе становится тяжело и плохо. И вы знаете, хочется сбежать. Но если ты сбежишь, ты останешься вот этим вымытым. если ты не в состоянии понять этого. Давид не бежал от своего призвания. Саул бежал. Он ощущал давление от народа. И знаете, что? Он убежал от призвания. Он остался неспособным. Хотя его помазали в цари, и он был царем, но царство отошло от него. Царство уже отошло от него. И злой дух, который пришел, он начал его терзать. По какой причине? Потому что нужно выстоять в том испытании, в котором ты находишься. Сегодня некоторые проходят испытания, и они не могут пройти до конца только по одной причине, что вот это вот, то, что есть в тебе призвание и откровение, благословение, которое дал тебе Бог, оно настолько тяготит тебя, и тебе тяжело, что тебе хочется быть блестящим угольком, которого просто отмыли, но это уголь. Это уголь. Но когда создается давление, ты становишься алмазом, и ты думаешь, ну все, я крутой, я крутой. Это булыжник, все равно алмаз, это булыжник, который валяется под ногами еще некоторых, пока тебя не найдет тот, который может огранить. Способный человек, вы понимаете меня? Мы не все алмазы, половину из нас вот это вот, вы знаете это? булыжники, но бриллианты единицы. вы знаете, сколько в недрах земли находится сейчас алмазов? Много, масса, их столько, что если все это собрать, то они обесценятся. Что делает их ценными, так это работа огранщика. это те, которые ищут их дорогие. И вы знаете, не все алмазы способны меняться, способны под напряжением, вы знаете, некоторые из них трескаются, некоторые из них ломаются, потому что внутри их есть трещины. Мне нравится, как Господь сказал. Седьмой стих, Первое Царство. Господь сказал Самуилу, не смотри, не смотри на высоту и рост его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Смотри, он усмотрел, что это недоступно, этот человек даже может быть прекрасный бриллиант, но внутри его есть алмаз, но внутри его есть трещина, и он не способен для огранки. Когда мы смотрим на неспособного человека, он не способен для огранки. Да, он ценен, да, он прекрасен, да, он в своем деле лучший, да, он хороший воин, да, у него все выйдет, и в жизни у него все сложится, но послушай внимательно, ценность его не так высока, как того, который может быть выглядеть чуть хуже. Я буду его делать, я его буду творить, я его буду менять, и вы знаете, самое интересное, те перемены, которые Бог сделал в Давиде, ни с чем несравнимы. Кто из вас имеет то же самое, имеет такие же трудности, такие же проблемы, которые имел Давид? У кого из вас были проблемы с детьми, как у Давида? У кого из вас были такие же проблемы, но он назван мужем по сердцу? Вы знаете, некоторые ощущают проблему и начинают говорить, Господи, ты меня не видишь и не слышишь. Он говорит, а я буду уповать и тогда, я буду славить тебя, я буду превозносить тебя, в любое время, что бы у меня не происходило, почему это произошло? Бог начал с ним работать. И это не было сразу, это было постепенно. Послушай, я не верю в мгновенное изменение. Знаешь, почему? Потому что человек должен находиться под давлением, у него должно быть какое-то изменение, перемена. Вы знаете, очень легко советовать семьям, как себя вести, когда у тебя нет семьи. Очень легко рассказывать хорошо тебе брат одному, когда у тебя есть жена. Понимаешь меня? Очень легко служить там, где ты не можешь. Слушай, я видел таких служителей, но лучше находиться в том, что ты прошел, через что ты проходил. И вы знаете, Давид, он начал с того времени меняться и изменяться в геометрической прогрессии, потому что из него, из-за вот этого молодого человека нужно срочно было слепить царя. Помазание начало работать в нем. Первый признак помазания это блески, красота, которая происходит. Вы знаете, думаете, группа прославления, она не выглядит вот так? Вся группа прославления это уголек. Давид, как уголек, он был призван в царство. Он призван был к царю для того, чтобы играть. Вот этот уголек блестит, даже зажжешь и горит какое-то время. Но ценность его невысока. Уголек вы знаете, я хочу с вами просто говорить, что Бог начинает лепить. Когда он начинает его лепить? Он приводит его на сражение. Он приводит его в тот момент и в то место, где происходит сражение. И Голиаф позорит все войско. Вы слышали эту проповедь? Уголек пришел сражаться с камушком. с булыжником. Ну, может быть, не булыжник. И знаете, что он делает? Он преодолевает свои страхи. Он под давлением выходит и становится тем, кем он должен стать. Это еще не бриллиант. Это еще не бриллиант. Это еще не бриллиант. Это алмаз. потому что о нем говорят уже Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Когда он победил Голиафа, каждый раз, когда ты совершаешь победу, в твоей жизни что-то происходит, но Бог не закончил с ним. Ему надо бежать. И знаете, что происходит? Он как Бог, как гранщик, который смотрит на Давида и говорит, сейчас вот эту грань поправлю, вот эту грань поправлю, вот эту грань поправлю, чтобы он блестел у меня, чтобы он был самым лучшим, чтобы он самым был желанным, самым благословенным, самым, самым, самым. И вы знаете, каждый раз вот это трение, каждый раз вот эти проблемы, каждый раз вот это бегство, каждый раз что-то происходит в тебе. У вас всех это происходит, или у одного. Каждый раз что-то есть. Бог что-то хочет сделать в тебе. Он хочет из этого уголька. У меня нет такого бриллианта. Если бы он был, я думаю, чтобы мы купили уже здание. Правда? Да? Но Бог что-то делает с нами. Он меняет нас, чтобы мы принесли много плода. Когда Бог избирает, Он в тебе вкладывает и ту силу, которая может менять и изменять тебя. Ты можешь гораздо больше перенести. Ты можешь гораздо больше пройти. Вы знаете, когда Бог вкладывает, Он не может вложить тебя больше, чем ты можешь понести. Ты не можешь быть слабым при сильном Боге. Ты не можешь быть слабым, если внутри тебя больше. Если у тебя сильный Бог, ты не можешь быть слабым. Некоторые говорят, о, я упал, я не прошел трудность. Ты не упал, слушай. Ты просто сдался. Где-то на пути ты сдался. И тебе надо возвращаться. Вы знаете, даже в церкви написано, вспомни, откуда ты не спал. Покайся и твори прежние дела. Потому что если ты перестал двигаться в том давлении, которое есть. Вы знаете, Павел говорит, что его гнали, а внутри он ощущал страхи в церкви, сомнения, но это не мешало ему двигаться вперед. Почему он имел страхи определенные? Потому что люди, они были поражены некоторым учением, которое должно измениться. Он вообще первооткрыватель, правда? Это самое большое давление. Некоторым надо пройти через это давление, через эту огранку. Что он такое говорит? Что он вообще рассказывает нам? Мы все знаем, мы такие знатоки тут. Да, наши деды так поклонялись, забудь. Мы должны научиться поклоняться Богу. Мы должны прийти перед Богом, потому что помазание, которое внутри, оно должно научить нас. Аминь? Послушайте, когда он помазал его Ильей, внутри что-то начало работать в нем. Преобразование и изменения. Бог будет менять тебя, Бог будет изменять тебя из того уголька, который я тебе показал. Может грязный тебя сначала вымоет. Бог начнет приводить тебя в такое давление, в такую трудность. Он со всеми так поступает. И с Саулом тоже. Знаете, какое давление, когда народ говорит, слушай, мы на войну сходили, и всех поубивать тут, и ничего не есть даже. Дома у нас кушать нечего. Все сидят, а мы с тобой воюем. Зачем мы вообще выходили? Что ты такое тут нам говоришь? Он под давлением. Но он не прошел испытание. И был отвергнут. Он остался вот этим. Есть люди, которые не хотят меняться. Они не способны меняться. Я вам хочу сказать, те, которые не способны меняться и не хотят меняться, они не будут царствовать. Они не будут находиться в том положении, которое Бог... Это камень в Его оправе. Это камень в Его короне. Это благословение Божие. Вы знаете, каждый из нас должен достичь определенных результатов. И вы знаете, эти результаты не наши. И эти действия не наши. Ты думаешь, мы своей силой это делаем? Мы просто под давлением выходим и говорим, так сказал Господь. Я буду верить больше Господу, нежели человеку. И если вы что-то против меня имеете, идите разбирайтесь с Ним. И если вы хотите победить, послушайте внимательно, удалите от себя всякие страхи и сомнения. Что Бог вас избрал. Вы знаете, некоторые говорят, а может не меня? Вот его избрал, а меня нет. Я избран. Я призван. Потому что Бог не смотрит как... Правда? Как он смотрит? Не на лицо, а на сердце. И тут Давид приходит с красивым маловидным лицом. Качество все, что у него есть. Лицо. Бог смотрит на сердце твое. Способен ли ты идти до конца? Способен ли ты пройти через те испытания? И если тебе сейчас трудно и тяжело, что нужно сделать? Сцепить зубы и идти. О! А как же благодать, любовь, тебе ничего не надо делать. Пойдешь на небо и будешь там ничего не делать. Здесь нужно совершиться. Совершиться как Божий сосуд, как Божье благословение. Бог тебя усилил до такой степени, что Он отдал Сына Своего, а после этого излил в тебя Духа Святого. Он дал тебе силу, а ты еще ничего не хочешь делать. Он дал тебе все, но ты... Вы знаете, мне Бог открыл одно такое откровение, я получил. Я делился им. Время пришло для лета Господня благоприятного. Что такое лето? Кто из вас знает? Уже знают некоторые. Хорошая пора. Посмотри на погоду, да, сеять, работать, трудиться, дома строить. Лето благоприятное. И вы знаете, что такое лето благоприятное в моем понимании? Что бы мы ни делали, мы будем успешны. Вы знаете, для чего Иисус пришел и Дух Святой его помазал? Проповедовать, что лето благоприятное не для всех. Вы знаете, есть люди, которые летом ничего не делают. Оно неблагоприятно для них. Они только ноют, ноют и ноют. Но лето Господнее благоприятно. И когда ты видишь лето, то все, моя пора прошла. Мое время. Мое время для работы. Мое время для развития. Мое время для бизнеса. Мое время для учебы. Мое время для всякого дела. Аминь. Я буду успешен. Когда Иисус говорил о лете Господнем благоприятном, Он говорил об успехе. Ты не мог ловить рыбу, а теперь ты умеешь ловить рыбу. А, нет. Ты умел ловить рыбу, но не мог ее ловить. А теперь ты не умеешь ловить рыбу, но ты можешь ловить ее. Может такое быть. У Бога да. У Бога все возможно. Бог благословляет, но Его цель не твоя рыбалка. Вы знаете это? Если ты думаешь прожить просто так жизнь, Он сказал, следуй за мной. Я хочу сделать тебя ловцом человека. Потому что люди – это то, ради чего Он пришел на эту землю. Ради чего ты терпишь вот эти вот все передряги. Ради чего ты терпишь все эти сдавления. Люди, которые окружают тебя, они должны были и будут спасены. Если ты не действуешь в их спасении, не играешь никакой роли, знаешь что? Ты не исполняешь ничего. Ты не выполняешь своей функции. Бог избрал тебя, чтобы ты стал Его бриллиантом. Аллилуйя! Бог избрал меня, чтобы я стал таковым. И вы знаете, пастор переживает трудности, трения. Ой, какие трения бывают. Ночь не спишь из-за трения этих. Мы когда... Это кто-то мне говорил. Мы перетерли. Не очень-то получилось. Разговор. Знаете, некоторые разговоры так убивают тебя. Трения. Трения. Что нужно сделать? Выйти оттуда победителем. Если ты выходишь оттуда перетертым, то ты не прошел испытание. Тебя просто перемололи. Ты не алмаз. Ты уголь. Выйти оттуда победителем. Если в твоей жизни есть что-то, что мешает тебе, тебе надо покаяться, просто сказать, Господь, прости меня. Я знаю теперь, как мне идти. Я хочу, чтобы эта сила вернулась ко мне. Вспомни, откуда ты не спал и твори прежние дела твои. Вы знаете, Бог тебя отмыл, но ты думаешь, что ты бриллиант. Забудь про это. Забудь про это, что ты бриллиант. Нельзя положить уголь среди бриллиантов и сказать, что все это ценность. Подобное соединяется с подобным. Хотя и здесь, и здесь углерод. Хотя и там, и там углерод. Структура одинаковая. Не, не структура. Составляющая одинаковая, структура разная. Он не прошел испытание. Он еще не прошел ничего. И вы знаете, когда вас будут нести в одном и том же мешке с бриллиантами, вас перемолят. Вы знаете, он режет даже стекло. Он разрушает самое-самое твердое. Почему? Потому что он пережил. Есть в твоей жизни, что ты еще не пережил. Но Бог избирает тебя для того, чтобы сделать из тебя именно этот бриллиант. Ты способен. Скажи, я способен. Я выйду. Я выйду, как бриллиант из того места, в котором я посажен. И вы знаете, нас бывает садят, и мы думаем, мы в оправе. Нет. Это просто на вертеле. Это еще не оправа. Оправа ты почувствуешь. Блистишь. Все хорошо. Вся жизнь. Это только огранка. Аминь. Давайте встанем все. Я очень хотел это проповедовать. Знаете, как для меня было сильное откровение, что Бог не просто Он хочет, чтобы мы пришли к Нему. Не просто отмывает нас, а Он хочет создать нам условия, создать нам те моменты в нашей жизни, которые сделают нас тем, кем мы должны быть. Я не стану пастырем без давления, без непониманий, без обид. Других людей. Я не должен обижаться, да? Без разочарований. Я не стану служителем без тех проблем, которые вокруг меня происходят. И вы думаете, что у всех все так гладко? Нет. У них просто сила есть. Бог смотрит на сердце. Если ты говоришь, что все вокруг виноваты, а я такой крутой, знаешь, что Он не прошел испытания. Давид никогда не винил кого-то. Давид не винил никого. С ним были никчемные люди. Знаете, кто такие никчемные люди? Воры, убийцы, те, которые ненавидел Саул. Вообще, все, 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 все вот это. И они даже один раз его убить хотели, Давида. Но он, находясь под этим давлением, он все равно вышел оттуда победителем. Готов ли ты быть победителем в любой момент? Иисус пришел в этот мир для того, чтобы ты был спасен. Каждый из нас. Знаешь, я верю, что этот уголь просто отмытый, это не есть спасение. Спасение, чтобы мы стали бриллиантами. Иисус хочет совершить нас то дело, ту работу, которую Он призвал нас, соделать нас своими детьми, похожими на Него. И для этого нужно что-то сделать. Первое, покаяться, начать идти, исследовать согласно этого призвания. Потому что, когда ты призван, ты знаешь, что тебе делать? Идти в церковь, служить, выполнять ту работу, ту функцию, которую я должен делать. И потом, со временем, у тебя приходят другие желания, другая жизнь. И когда приходит вот эта другая жизнь, тебе надо будет еще меняться и другие изменения происходить, проводить в себе. кому-то здесь надо покаяться, кто-то не изменится, честно скажу, кто-то останется тем же угольком. Но я не знаю кто, потому что я смотрю на лицо. Вы знаете это? А Бог смотрит. И только Бог знает, что у тебя в сердце. Тебе нужно просто сейчас признать, я нуждаюсь в тебе, Иисус. Я нуждаюсь в том, чтобы ты менял меня и изменил меня. Я хочу находиться с тобой. Я знаю, что придут какие-то давления, изменения, но я знаю, что ты даешь и силу для этого. Тебе нужно, тебе нужно первый шаг, первый шаг принять Иисуса Христа в свое сердце и будет успех. Начало успеха, потому что с Ним кто не успешен? Все. С Иисусом все успешны. Аминь. Без Бога нет успеха, но с Богом мы успешны. во всяком деле. Я задам вопрос. Если ты желаешь принятия Иисуса Христа в свое сердце, ты можешь поднять свою руку, и я буду молиться вместе с тобой. Слава Богу! Выходите сюда. Выходите. Выходите. Слава Богу! Кто еще? Я подожду. подожду. Я подожду Это тебе подарок. Тебе надо меняться. Я просто тебе говорю об этом. Храни у себя его и не забывай, что когда трудность приходит, надо научиться слышать. Давайте вместе пока. Господь Иисус, я прошу Тебя, прости меня. Я осознаю, что я грешник. Я верю, что Ты умер за меня на кресте. Я прошу Тебя, войди в мое сердце. Я прошу Тебя, Господь, измени мою жизнь. Я верю Тебе, Иисус, что Ты воскрес из мертвых. И я благодарю Тебя за то, что Ты принимаешь меня в свое царство. свое царство. Аминь. Я поздравляю вас. Аллилуйя, это сохрани. Хорошо? Слава Богу, я вас поздравляю. Если вы молились от сердца, Бог вас простил за всякий грех. Теперь надо пребывать, Верить. Аминь. Слава Богу. Присаживайтесь.